Всем привет! Итак, сегодня мы начинаем 20-й урок немецкого. Начнем с такой фразы. Я вам это скажу. В будущем времени. Ich werde es Ihnen sagen. Теперь рассмотрим гипотетическое будущее. Я бы вам это сказал. У нас все еще есть контроль над ситуацией. Я бы вам это сказал. Теперь, когда у нас нет контроля над ситуацией, и мы рассуждаем уже о давно прошедшем событии, я бы вам тогда это сказал. Никакого контроля у нас в этой ситуации нет. Например, он бы мне этого не сказал. Er hätte es mir nicht gesagt. Тоже, да? Никакого контроля нет. Er hätte es mir nicht gesagt. Повторим. Если по-немецки это wenn. Если бы вы мне это сказали. Wenn sie mir gesagt hätten. Wenn sie mir gesagt hätten. Если бы вы мне это сказали. Я бы это купил, если бы я это увидел. Да, то есть, опять же таки, тут у нас никакого контроля нет. Да, то есть, тут уже все осталось в прошлом. Ich hätte es gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Ich hätte es gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Еще раз. Ich hätte es gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Так, смотрим на следующий слайд. Команда. Когда мы отдаем команду кому-то, с кем разговариваем, на ты. Например, будь собой. Sei du selbst. Sei du selbst. Вот это вот sei, это как раз таки форма побудительная. Будь. Будьте здоровы и счастливы. Sein sie gesund und glücklich. Будьте здоровы и счастливы. Sein sie gesund und glücklich. Если говорим с кем-то на ты, на вы. Тоже по-немецки будет аух. Аух. Это как раз тоже. Я тоже. Ich auch. Ich auch. Я тоже. Курить по-немецки будет rauchen. Rauchen. Очень нехорошая, вредная привычка. И если кто-то из слушателей есть курящий, то, пожалуйста, постарайтесь бросить курить. Это действительно вредно для здоровья. Rauchen. Да, курить. Du rauchst. Ты куришь. Er sie raucht. Он, она курит. Ich habe geraucht. Я покурил. Это вот как раз точка в прошлом. Ich habe geraucht. Она покурила с нами. Sie hat mit uns geraucht. Mit uns. Это как раз с нами. Sie hat mit uns geraucht. Да. Так. Смотрим дальше. У нас тут предложение. Rauchen. Это курить. А brauchen. Это нуждаться. Так. Смотрим дальше. Курить по-немецки. Мы уже выучили. Это rauchen. Нуждаются. По-немецки. Brauchen. Brauchen. Это нуждаться. Вы должны это увидеть. И если то же самое мы скажем, вы нуждаетесь в том, чтобы это увидеть. Или давайте построим отрицательное предложение. Вы не нуждаетесь в том, чтобы это видеть. Вы не должны этого видеть. И обратите внимание, во втором случае нам пригождается вот эта частичка «zu». То, что «müssen» – это один из модальных глаголов, а «brauchen» – нет. Поэтому «sie brauchen es nicht zu sehen». Это отрицательное предложение. Вы не должны это видеть. Вы не нуждаетесь в том, чтобы это видеть. Утвердительное предложение было бы «sie brauchen es zu sehen». В данном случае отрицательное. «Sie brauchen es nicht zu sehen». «Sie brauchen es nicht zu sehen». То есть вы не нуждаетесь в том, чтобы это видеть. Он должен быть здесь. «Er muss bald hier sein». «Он должен быть здесь». «Er muss bald hier sein». Или «Он не должен быть здесь». «Er braucht nicht hier zu sein». «Er braucht nicht hier zu sein». То есть он не нуждается в том, чтобы быть здесь. «Ты не должен быть здесь». По-немецки «будь здесь». «Du musst nicht hier sein». «Du musst nicht hier sein». То есть это, опять же таки, у нас модельный глагол «müssen». Поэтому «Du musst nicht hier sein». То же самое с глаголом «brauchen». «Du brauchst nicht hier zu sein». «Du brauchst nicht hier zu sein». То есть такая логика. «Я должен был». Линия в прошлом. «Ich musste». «Я хотел». «Ich wollte». «Ich wollte». Это как раз вот «я хотел». «Он должен был остаться, потому что он должен был работать». То есть у нас две линии в прошлом. «Er musste hier bleiben». «Он должен был остаться здесь». Точнее перевод. «Er musste hier bleiben, denn er musste arbeiten». «Er musste hier bleiben, denn er musste arbeiten». Теперь то же самое, но теперь мы будем использовать слово «weil». Потому что «Er musste hier bleiben, weil er arbeiten musste». «Он должен был остаться здесь», потому что он должен был работать. «Er musste hier bleiben, weil er arbeiten musste». Повторим вот этот глагол, да, «быть должным». По-немецки будет «zollen». «Zollen». Это вот как раз «быть должным». И посмотрим, да. «Du sollst», «ты должен», ну или «ты должна», если говорим с девушкой. «Er sie soll». «Он должен», «она должна». Вот так себя ведет этот глагол. Итак, последний на сегодня у нас слайд. Такая фраза «Вы должны пойти с нами». «Sie sollen mit uns kommen». Или если говорим с человеком на «ты», «ты тоже должен пойти с нами». «Du sollst auch mit uns kommen». «Ты тоже должен пойти с нами». Или можно эту мысль выразить по-другому. «Du sollst auch mitkommen». «Du sollst auch mitkommen». Так, смотрим дальше. Вот эта идея «линии в прошлом» для глагола «быть должным». «Zollen», «зольтен», «быть должным». Такая фраза у нас. «Вы должны были пойти с нами туда». «Sie sollten mit uns dorthin gehen». «Sie sollten mit uns dorthin gehen». Вы должны были пойти с нами туда. И напоследок такое предложение, немного сложное разберем. «Я вчера должен был пойти туда, но я не смог, потому что я был очень занят». «Ich sollte gestern dorthin gehen, aber ich konnte nicht, weil ich sehr beschäftigt war». То есть мы тут в двух местах как раз используем ту самую линию в прошлом. То есть «Ich» даже в трех местах. «Ich sollte gestern dorthin gehen». Потом мы говорим «Aber ich konnte nicht, weil ich sehr beschäftigt war». «Ich sollte gestern dorthin gehen, aber ich konnte nicht, weil ich sehr beschäftigt war». Так, пока на сегодня все и услышимся с вами в следующих видео.